добрый день дамы и господа на связи александр родионов и я представляю вам обзор валютного рынка форекс по основным инструментом на четверг 4 февраля и так в паре евро доллар мы видим отработку приоритетной модели на продажу от первой целевой зоны до 2 1 19 81 1 19 62 прямо сейчас эта зона была протестирована и достигнута поэтому закрываем продажи и смотрим на реакцию в случае удержания поддержки и формирования какой-то модели на покупку мы можем позволить себе рассмотреть длинные позиции в коррекцию с целью в области ключевого сопротивления тренда 12158 12142 ну а новые же продажи разумно искать по выгодным ценам по паттерну от этого самого ключевого сопротивления с целью обновить минимум текущей недели краткосрочный тренд по евро нисходящий на данный момент игроки пробивают целевую зону 1 20 28 1 20 12 поэтому мы можем ожидать еще небольшого падения в область золотой зоны 1 19 48 1 19 40 для открытия новых продаж требуется реакция на сильные уровни сопротивления такие как первая дополнительная зона 1 20 26 1 20 22 и граница краткосрочного нисходящего тренда 1 20 70 1 20 62 поэтому логично ждать коррекцию к сильным сопротивлением и уже оттуда по новой искать продажи британец бред британец реализует модель коррекционную модель к среднесрочному восходящему тренду во вчерашнем видео я предлагал рассмотреть продажу по текущим на тот на тот момент ценам со стопом за максимумы этой и прошлой неделе стейк профитом в области ключевой поддержки тренда 1 33 25 1 32 82 пока эта модель находится в стадии реализации новые же лонги разумно открывать по паттерну от границы тренда либо после пробития скопления сопротивлений 1 37 50 1 37 ровно целью по этим покупкам выступят либо отметка 1 37 50 если мы не сможем пробить либо третья целевая зона 1 40 краткосрочный тренд в инструменте фунт доллара сохраняет пока свое восходящее направление граница тренда расположилась на уровнях 1 35 41 1 35 20 на данный момент мы видим пробой значимой поддержки 1 36 49 1 36 38 поэтому можем предполагать дальнейшее снижение курса в области 1 35 40 после достижения этой поддержки разумно рассматривать покупки по тренду с целью обновить максимум прошлой недели но учитывая характер движение цены на старшем таймфрейме все-таки старший таймфрейм у нас имеет приоритет поэтому без какой-либо подтверждение как вот паттерна покупки британца пока не цель сообразны доллар йена доллар йена достигла границы среднесрочного нисходящего тренда 105 43 105 17 теперь смотрим на реакцию продавцов если зона будет удержана можно рассмотреть сел с первой целью 104 38 при пробитии этой поддержке следующей целью выступит 103 40 ну а закрепление выше целевой зоны приведет к смене среднесрочного тренда на восходящий и тогда мишенью уже по покупкам выступит вторая целевая зона 108 17 107 89 график меньшего таймфрейма мы видим пробитие золотой зоны стучи 105 ровно пока правда без закрепления на американской сессии и это единственный фактор который пока останавливает нас от дальнейших покупок в область очередного сопротивления 105 60 105 49 тенденция краткосрочная несмотря на все это остается восходящий конечно же сегодня мы обновили максимум 2 февраля ну и у нас появляются новые ориентиры для поиска краткосрочных покупок 104 71 104 66 но эти покупки только естественно по паттерну доллар канадец по доллар канадцу игроки тестируют зеркальную поддержку она выступала с сопротивлением теперь соответственно сильный уровень 127 83 127 65 границы пробитой целевой зоны тренд является восходящим и с текущих цен требуется поиск паттерна для открытия лонгов если коррекция продолжится и будет достигнута граница тренда 127 ровно 126 82 будем также наблюдать за реакцией покупателей далее график меньшего таймфрейма цена вчера проторговалась в области вблизи ключевой поддержки тренда закрылись внутри зоны это указывает на неопределенность и на отсутствие желания у покупателей покупать уже этот инструмент доллар канадец покупки были 28 января покупки были у нас 29 1 февраля 2 февраля но вот начиная с 3 февраля особых покупок уже нет это все косвенно указывает нам на слабость но на текущую слабость покупателей и мы можем уже предполагать смену тенденций для смены тренда формально требуется закрепление на америке ниже но если американская сессия например сегодня уже будет открываться также ниже уровня 127 81 то можно рассмотреть вариант продаж на прямо по по рынку мишенью выступит нижняя целевая 127 ровно 126 82 что касается покупок я их пока не исключаю но для них требуется закрепление выше уровня 128 10 в этом случае мы увидим вот такую модельку грубо говоря двойное но в рамках этой модельки можно рассмотреть бай но с ограниченной целью в области сопротивления золотой зоны 1 28 63 1 28 55 австралиец австралиец после смены среднесрочного тренда на нисходящий корректируется ближайшая цель по коррекции отметка 76 59 еще выше располагается граница нового тренда 77 39 77 23 от этих областей цен выгодно искать новые продажи по паттерну с целью обновить минимум текущей неделе далее посмотрим на график меньшего таймфрейма на этой неделе у нас была реализована очередная цель по краткосрочным продажам цена от ключевого сопротивления тренда достигла золотой зоны 0 75 64 0 75 56 и началась коррекция в рамках этой коррекции единым таким импульсом мы достигли границы тренда 76 51 76 43 и пока никакой реакции продавцов пока ее нет соответственно мы находимся в ожидании смотрим что будет дальше потому что возможный пробой сопротивления с закреплением на америке выше при таком раскладе со следующего торгового дня будем рассматривать покупки австралийца в области верхней целевой зоны 77 39 77 23 и золото давайте мы посмотрим теперь на этот драгоценный металл видим что золото подошло к нижней границе флэтового диапазона 18 19 для продаж инструмента требуется закрепление ниже этого уровня и тогда у нас откроется следующая цель 17 59 17 49 однако если граница будет удержана то цена будет стремиться к верхнему сопротивлению это отметка 18 72 там два варианта отскок и удержание опять же приведет к падению к нижней границе а пробой как во всех при выходе из флэта у нас откроет потенциал роста котировок в область максимумов января и второй целевой зоны 2005-1994 так что буквально в несколько ближайших часов решится судьба золота краткосрочный тренд в этом инструменте он остается восходящим несмотря на то что мы обновили лоу прошлой неделе почему так потому что по методике по статистике после того как цена пробивает промежуточную зону она была пробита 20 января покупатели будут стремиться достигнуть следующее сопротивление по старшинству верхнюю целевую зону 19 20 19 10 и этот приоритетный сценарий будет сохраняться до тех пор пока мы не увидим отмену отменой послужит закрепление на америке ниже 18 20 тогда здесь будет не отработка целью в этом случае по продажам выступит нижняя целевая зона 17 75 17 65 поэтому на сегодня для того чтобы поработать внутри дня или скажем так на несколько ближайших дней 35 рассматриваем пока покупки драгоценного металла 1 фиксация 1 фиксация на максимуме 29 января 2 фиксация в области верхней целевой зоны спасибо всем за внимание и до встречи удачных торгов